всем привет итак один из подписчиков предложил мне выжить на такой операционной системе как windows embedded что же это такое это операционная система которая выпускалась для банкоматов систем видеонаблюдения ну и многих других то есть это встраиваемая система в данный момент у нас установлена в эмулятор windows embedded 7 стандарт и я немножко про нее расскажу именно про эту версию фишка в том что требовалась операционная система для банкоматов ну и то что я говорил но современные версии windows довольно прожорливы сами понимаете windows 7 со старта даже 32-битная но метров 700 оперативки скушает моментально нужны более-менее мощные процессоры а заставить клиента под новую операционную систему покупать какое-то новое железо это ну сами понимаете на примере windows xp показала что ничем хорошим это не увенчается так вот надо же было как-то выгонять ос-2 с банкоматов какие-то еще более древние операционные системы и вот создали вот такую версию винды фишка в том что у этой винды высокое быстродействие отказоустойчивость при каких-то багах тоже довольно высокая давайте посмотрим сколько кушает она у нас у злу на холостом ходу то есть при наличии того что ничего у нас не запущено всего лишь 353 метра возьмите свою семерку если у вас установлена семерка дело в том что здесь чистая система я вам скажу что таких цифр на чистой семерке я никогда не видел то 352 метра это очень мало почему же я захотел на данной системе выжить может помните во времена перехода с висты на семерке а точнее секс пина семерка то что висты сами знаете что с ним произошло особо она не была популярна существовала категория нищебродов точнее они такими не были они скорее извращенцы которые брали какой-нибудь старый компьютер довольно древний и пихали туда семерку очень сильно хвастали что у них на 512 узлу все летает короче и они очень всем этим довольны я конечно перед этим всем делом перекрестился говорил что ну нахер такое извращение все нужно и потом я начал наблюдать очень много постов на различных форумов по поводу тому что существует вот такая вот винда что она на самом деле быстрее и шустрее но у меня здесь возникло сомнение если бы на самом деле данная винда была придумала как-то пригодна для десктопа то это получилось бы реально кидалово получалось получается то что что основная ветка windows там home professional или ultimate является специально утяжеленной какой-то системой осуществует какая-то другая система которая на самом деле шустрее быстрее и лучше мы попробуем сейчас проверить на самом деле можно ли данную версию использовать как десктоп ну или нет визуально здесь все так же как в обычной windows 7 пуск панель далее у нас есть трое часы то есть ничего такого особенного нету обычные окошки обычный файловый менеджер в качестве в качестве у нас браузера есть и шачок так версии шачка у нас 11 что-то не могу посмотреть и версию 11 версии шака еще немножко истории embedded xp начали некоторые не чисто ее использовать пытаться подделывать свою профессионал sp3 под embedded для того чтобы получать обновление дело в том что данная операционная система будет получать обновление чуть ли не 15 лет на данный момент самая актуальная версия на нас 8 ну я взял семерку потому что семерка самая популярная день читал про данную версию что именно семерку пытаются использовать как дэкстоп ну для начала давайте скачаем браузер ну какой мы сюда браузер поставим давайте мы сюда поставим firefox господи браузер нужно срочно менять потому что выдержать на ишаке хотя бы 10 минут это уже ну что-то что-то жестко так скачиваем браузер так похер что он здесь яндексовскими элементами ничего страшного чтобы сэкономить свое и ваше время я решил сократить точнее вырезать те моменты где скачиваю какое-то программное обеспечение с сайтов разработчиков поэтому видео будет немножко гораздо точнее даже короче так проинсталлировали 2016 офис смотрим работает работает вполне себе работает в качестве архиватора мы сюда добавили 7 zip как принципе мне всегда и рекомендуют и так параллельно еще открыл вот это окошко панель управления системы для того чтобы мне верили что это именно windows embedded стандарт а не какая-то любая там какая-нибудь windows 7 pro это именно та самая система все что мы будем здесь запускать запускаем именно под ней в качестве программы для аудиоверстки аудиоредактирование я сюда установил аудосити как видите тоже вполне себе нормально работает в качестве дополнительного файлового менеджера я сюда установил тотал командор вполне себе прилично правда не русифицированный с главная задача показать что на данной системе обычный бытовой десктопный софт будет работать без проблем как видите работает в качестве аудиоплеера я сюда добавил а имп правда он с каким-то чудаковатым интерфейсом уже не как раньше был клоном венам по просто какое-то что-то непонятное в качестве графического редактора я сюда добавил гимп программа великолепно ей нет замены в принципе последняя актуальная версия вполне себе работает если у вас нету денег для покупки фотошопа и вот и вы не умеете воровать фотошоп с интернета в принципе гимп всегда под рукой вон бесплатный и довольно продуктивный для того чтобы ваша система не засорялась хламом клианер вполне себе прилично здесь работает даже про версию не знаю по ошибке почему-то про версию скачал не обратил видимое внимание ну все прилично работает итак здесь у нас одновременно запустить запущен клейнир firefox запущен посмотрим сколько она с этим делом поджирать семьсот тринадцать метров 713 метров на обычной семерке в принципе уже уже бы наверное сожрала бы все можно еще параллельно что-нибудь тяжеленько запустить давайте гим 2 еще запустим 763 метра в своп еще не ушло давайте вор в 2016 запустим восемьсот тринадцать метров все еще не ушло в своп так ну в принципе это очень даже неплохо в качестве антивируса сюда добавлен вин кламп то есть это виндовая версия того самого легендарного антивируса кламп где он засветился далекие-далекие времена 2010 году знаменитый легендарный супер-пупер разработчик Денис Попов в своем в своей операционной системе был дженос перебил копирайты на антивирусе кламп и назвал его антивирус Попов вот там вы как раз и могли с этим антивирусом познакомиться если вы смотрели другие видео выживание вполне уже знакомы с данным антивирусом о его преимуществах над коммерческими антивирусами ну можно сказать то что это бесплатная версия и здесь постоянно не вылазит предложение скачать премиум какую-то или интерпрайс версию здесь в принципе это свободное программное обеспечение чаще всего данный антивирус используется на linux серверах для сканирования на предмет вируса в различных виндовых машин вот такие дела для тех у кого есть мама которая любит садить кукурузу на виртуальных фермах или же жена задротка которая аналогично играет во всякий бред мы проинсталировали flash player и сейчас в принципе попробуем какую-нибудь флеш игрушку запустить ну перед этим мы зайдем на youtube и посмотрим как у нас на данной системе в принципе воспроизводится видео на ютубе итак видео вполне себе воспроизводится это говорит о том что на самом деле наши банкоматы имеют гораздо больший функционал и можно даже использовать банкомат для просмотра видео на ютубе шутка конечно шутка но в принципе смотрите оно работает тест на hd видео я включил видео 720p в эмуляторе в принципе это очень неплохо расход оперативной памяти конечно увеличился нагрузка на cp увеличилась но в принципе смотрите hd видео смотреть можно напоминаю что здесь у меня работает виртуальное ядро одно и один гиг оперативной памяти вспоминается когда я обозревал в пятнадцатом году open сьюз я выделял аналогичные параметры были четвертые или третьи или пятые кеды наверное и на меня наехали короче все соводы о том говоря о том что чувак ты вообще охренел под наш час нормальные системы в принципе для того чтобы хотя бы что-то элементарное делать нужно там 4 чуть ли не 4 ядра чуть ли там не 8 гигов оперативной памяти или 6 минимум типа ты вообще типа со своим динозавром типа сюда не суетесь обратите внимание смотрите как оно все это дело работает как многие говорят гаденая винда смотрите как работает гаденая винда при каких параметрах работает hd видео приглушил немножко звук так как мало ли вот эта мелодия имеет какие-нибудь авторские права и видео вообще вообще могут мое нахрен заблокировать но тем не менее мы запустили вполне сносно флеш игру сколько у нас откушивает все это демо дело запустить диспетчер задач ну явно тут маловато будет гиг оперативной памяти тем не менее я думаю что играть можно играть можно в принципе не тормозит правда я не умею в это все играть какой-то индюк что-то я делал траву сажу а траву потом можно сушить и курить я понял так так нужно все это дело поливать а индюк это галлюцинация по традиции прорекламирую либо рофис как без него то скажут совсем продался microsoft офис показываешь видео а либо рофис не показываешь вот актуальная версия которая запускается на операционной системе для банкоматов многим кто невнимательно посмотрит начало видео может показаться что я просто взял обычную семерку и вам показываю тут всякую хрень это не обычная семерка зайдите на вики и почитайте что такое embedded заключение хочу сказать что я не запускал огромное количество какого-то софта хотя тестировал немало здесь я всего по устанавливал по той причине что в принципе я убедился что весь актуальный софт запускается на данной версии для чего вообще пригодна данная операционная система смотрите обычная семерка в принципе идет на гиге оперативной памяти ей нужен гиг оперативной памяти двухъядерный процессор какой-никакой и она будет в принципе неплохо работать десятка немножко туговато будет идти восьмерка аналогично как и десятка но в принципе на какие-то такие старенькие нетбуки куда ставили всяческие извращенские windows 7 стартер или vista стартер или еще что хуже вот обычно люди их сносили ставили xp а тут золотая середина смотрите xp она немножко подустарела несмотря на то что еще актуальный софт под него в принципе есть есть очень много старого стабильного софта ей вот embedded это замечательный вообще вариант смотрите легковесная семерка под которую будет писаться еще долгие долгие годы софт поддержка если не ошибаюсь под системы embedded семейства embedded до 15 лет и вот смотрите ставите дедушки бабушки манки на свой старый ноутбук которого им подарили после того как на нем какая-нибудь игрушка там не пошла ставите им данную персону систему у которой длительная поддержка которая поддержит все актуальное программное обеспечение из минусов для любителей макрософтовского антивируса скажу что он здесь не работает это единственная программа которая в принципе послала меня к чертям то есть послала меня нахрен она здесь не работает поэтому по традиции я сюда запилил винклам все остальное в принципе заработала без всяких проблем еще забыл вам показать аида 64 вполне себе работает никаких проблем нет поэтому что я делаю я беру флешку и записываю данную систему себе на флешечку я думаю она мне пригодится так как иногда много знакомых которые просят установи нам винду я я как бы объясняю что давайте может вам старую починю нет у них же как у них для того чтобы система нормально работала нужно отключить первым делом обновление перед этим как установить систему стопроцентное форматирование и каждые там полгода ее нужно переустанавливать вот вместо замученной системы которая у них стоит я установлю им вот эту систему которая будет работать надеюсь долгие годы самый главный плюс данной системы это маленькое потребление ресурсов оно на самом деле очень маленькое я удивился жрет она примерно как xp вы видите что все работает вообще без всяких проблем на этом все всем спасибо за внимание всего хорошего всего хорошего